В пятой школе ярко и красочно прошла линейка. Она собрала не только старшеклассников, но и немалое количество тех, кто только вступает на ту самую тропу знаний, которая обещает быть яркой и интересной, а главное – познавательной. Линейка, посвященная новому учебному году, события для каждого ребенка торжественные, но при этом и волнительные. Суета и волнение среди малышей перед началом мероприятия вполне объяснима. Такой день, день торжественный, проходил для них впервые. Мы с папой четвертый раз в первый класс. Конечно, это очень волнительно, несмотря на то, что мы уже много лет ходим в школу, но будем надеяться, что и мы уверены, что это наше лучшее поколение, мы себя покажем, наши достижения, наши дети самые лучшие. Я хотела идти в первый класс и учиться. Я ждала очень долго первого сентября, очень хорошо провела лето и еще очень ждала получать новых знаний. Я ждала первого сентября, потому что, чтобы учителю подарить цветы и получить новые знания. В этом году средняя школа номер пять распахнула свои двери для тысячи ребят. Из них 98 – это первоклассники. Сегодня именно они готовы вступить в совершенно новую жизнь, сделать шаг по длинной, но такой интересной полной открытии школьной дороги. И в этом им бесспорно помогут педагоги. К счастью, в пятой школе есть профессионалы своего дела. Все педагоги, которые возьмут сегодня в свои руки первоклассник, профессионалы своего дела – это опытные учителя, которые делились своим эффективным опытом не только в нашей школе, но и в области. Уверена, что ребята, которые пришли к нам сегодня, будут трудяшками и к 11 классу в нашу копилку принесут очень много дипломов и выберут себе профессиональную дорогу. Это не только волнительно для родителей, но и для этих маленьких первоклассников, которые переступают впервые порог школы, большую страну знаний. Для них это все неведомо, но сегодня в государстве делается очень много для того, чтобы нашим деткам было комфортно учиться в наших учебных заведениях. И в том числе в этом году на Большой педагогическом соотвещании глава государства отметил особое внимание педагогам. Для них это тоже экзамен, экзамен на будущее, экзамен на уровень знаний нашей молодежи и на приобретение профессии и их преданность нашей стране. Но в то же время необходимо отметить и тот факт, что сегодня необходимо поднять имидж учителя, вернуть уважение к данной профессии. А для этого надо сделать очень много и обществу, и самим педагогам, и в том числе государству. Для того, чтобы пребывание учащихся в среднюю школу номер 5 было комфортным, летом было проделано немало работы, обновлены парты, сделан ремонт в кабинетах и многое другое. Также в этом учебном году проведен капитальный ремонт пищеблока. Современная и уютная столовая стала настоящим подарком для всех учеников и учителей пятой школы. Здесь есть все необходимое для комфортного питания школьников. Просторный зал на 250 мест, качественная мебель, современная кухня, оборудование для приготовления пищи. В этом году для нас одним из ярких событий было то, что мы сегодня открываем столовую, которая была пристроена, которая была обновлена. И уверена, что на сегодняшний день питание наших детей будет в соответствии с нормами питания, которые на сегодняшний день утверждены. На сегодняшний день мы увеличили площадь зала, мы увеличили площадь непосредственно самого пищеблока, кухни. И мы сегодня имеем возможность питать 250 ребят одновременно. Для нас это было очень важно. День за днем под руководством мудрых учителей и на глазах родителей в комфортных и безопасных условиях первоклассники будут расти. Будут впитывать новые знания. Те, кто в этом году покинут стены средней школы номер 5, уже имеют планы на будущее. Но время, проведенное здесь, будет вспоминаться как самое прекрасное.